Война в Афганистане была самым крупным военным конфликтом, в котором СССР принимал официальное участие со времен окончания Великой Отечественной войны. До этого Советский Союз не вводил в другие страны столь значительного контингента войск. Негласное участие в войнах в Корее, Вьетнаме и странах Африки ограничивалось поставками техники и командировками военных специалистов. Таким образом, в Афганистане советские войска впервые столкнулись с новыми боевыми реалиями, современным вооружением и тактикой маджахедов. Практика показала, что советская армия плохо приспособлена к ведению боевых действий в горной местности. Дело касалось как стратегии, так и тактики, а также обмундирования солдат. Классическая схема, по которой за авиаразвиткой следовал артиллерийский удар, в горах не срабатывала. Во-первых, противник имел отличные возможности для маскировки, во-вторых, сложный рельеф сводил на нет поражающее действие артснарядов. В итоге боевые действия часто сводились к стычкам при патрулировании, разведке и перемещении от одного укрепрайона к другому. При этом атакованной группе нужно было держаться до прибытия подкрепления, как правило, в этом качестве выступала ударная вертолетная группа. Бой мог затянуться на несколько часов, поэтому количество боеприпасов, которые нес при себе каждый боец имело жизненное значение. Чтобы увеличить носимый боекомплект и уравновесить рюкзак, солдаты изготавливали так называемые «лифчики», сшитые между собой десантные ранцы или подсумки. Как пишет в своих воспоминаниях старший сержант разведвойск Алексей Андыков, «лифчик» висел на груди и фиксировался ремнями за шею и плечи. Таким образом, боекомплект, который теперь был в два раза больше, находился в прямом смысле под руками, да еще защищал переднюю часть тела. В случае надобности «лифчик» можно было скинуть даже в положении лежа. Новшество отлично дополняло стандартную армейскую разгрузку, которую солдаты прозвали «збруей». Впрочем, моду на «лифчик» ввели как раз маджахеды, хорошо знакомые со спецификой боевых действий в горах. По одной из версий, США поставляли им «лифчики» вьетнамского образца ЧКОМ-тип-63, закупленные в Китае. Душманы расшивали их кожей и бисером, придавая индивидуальность. Так, начиная с трофейных «лифчиков», идея новой разгрузки пришла в советские войска. Солдаты старались как могли и шили их из плашпалаток и подсумков, придумывали разные типы крепежа, нашивали дополнительные кармашки. Назывались такие изделия «самостроки». Оценив спрос, разгрузочные нагрудники начали шить в соседнем Пакистане. Советское руководство тоже осознало необходимость модернизации экипировки. Однако первый уставной нагрудник разгрузка фабричного производства, пояса, и его модификация пояс «Б» появились лишь за год до окончания войны, в 1988 году. Война в Афганистане внесла коррективы не только в боевое снаряжение. Оказалось, что штатная обувь плохо подходит к горной местности. Кирзовые сапоги быстро показали свою непригодность. Они натирали ноги, сваливались, скользили. Ситуацию немного исправили ботинкиберцы, которые начали массово поставлять в войска через пару лет после начала кампании. И все же в горах гораздо удобнее были кроссовки. Они отлично подходили к жаркому климату, в них лучше чувствовалась поверхность. Импортные кроссовки солдаты покупали на местных базарах или попросту отбирали у торговцев. Отечественную обувь заказывали демобилизовавшимся сослуживцам и родственникам, которые отправляли по несколько пар. Дело в том, что на горных тропах сделанные из кожзама кроссовки быстро рвались. Самыми лучшими считались замшевые кроссовки Киморской обувной фабрики и лицкие из Беларуси. Тем, кому не посчастливилось раздобыть себе хорошие кроссовки, ходили в простых матерчатых кедах с резиновыми носами. Такие считались самым плохим вариантом из-за очень тонкой подошвы, но все равно их предпочитали неудобным берцам, которые носили только в расположении части на глазах у командиров. Кроссовки нам комсомольцы из ЦК ВЛКСМ подарили 200 пар московских «Адидасов». Весь отряд ходил на боевые в кроссовках, очень удобная обувь, пишет командир 6-й отдельной мотострелковой бригады СН Лашкаргах Владислав Еремеев в книге «Воспоминания о войне в Афганистане». Также считалось, что кроссовки снижают травматизацию от противопехотных мин. Солдаты верили, что, если наступить на мину ногой, обутой в кроссовок, отлетит только ступня. Если же нога обута в ботинок или сапог, энергия взрыва через них передастся выше, и тогда не миновать потери всей конечности.